Всем привет! Это канал Творческие Будни. Многих интересует вопрос, как отмыть кисти после эпоксидной смолы. Для таких случаев у меня были дешевые кисти, которые я нашла в строительном магазине. Купила их побольше, чтобы можно было покрасить и выбросить. Видимо, они как-то незаметно у меня закончились, и поэтому пришлось взять обычную кисточку. Она хоть и старенькая, но хорошая. Вообще, мысленно я с ней уже попрощалась и не собиралась ее отмывать, но когда закончила все дела с эпоксидкой, решила все-таки попробовать. В пластиковый контейнер налила жидкость для снятия лака так, чтобы она полностью скрывала кисточку. В моем случае смола уже довольно густая, но она еще не застыла, и сначала чувствуется, как кисточка прилипает к дну и стенкам. Постепенно смола растворяется, что видно по цвету жидкости, и кисточка становится мягче. Такой номер, конечно, не пройдет со смолой, которая уже застыла. Теперь вытираю ватным диском, и вот здесь видно, что смола растворилась не полностью. Теперь чистый ватный диск смачиваю жидкостью для снятия лака, и уже механическим путем удаляю остатки смолы. Возможно, потребуется сменить ватный диск на новый, пока ворсинки не перестанут слипаться. Теперь нужно помыть кисточку с мылом, и снова можно пользоваться. После этих манипуляций, скорее всего, кисточка уже не будет такой, как прежде, но в моем случае она такая растрепанная уже и была. Напишите, пожалуйста, кто как отмывает свои кисти, может быть, не только от эпоксидки, но и от лака и краски. На этом прощаюсь, спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии, и если кому не сложно, то сделайте, пожалуйста, все то же самое в Яндекс.Дзен. До новых волнующих встреч на моем канале! Субтитры сделал DimaTorzok